Мерзость пред Господом Мерзость пред Господом, уста лживые, а говорящие истину благоугодны Ему. То, что сегодня весь земной мир пронизан ложью, это факт. И к этому, к сожалению, мы все уже привыкли. Но полная беда в том, что вот эта мерзкая ложь вошла с миром и в христианство. И это горе не обошло стороной и адвентистское движение, многие члены которого привыкли врать, если не словами, то намеками, видом, делами и всему подобным. Более того, чтобы оправдать некоторые свои лживые действия или бездействия, или слова, была изобретена формулировка под красивым названием «Святая ложь». Вопрос. Кем и когда? Как говорится, все пути ведут в Ватикан. К сожалению, сегодня даже среди пастырского состава давно бытует это распространенное понятие как «святая ложь». Суть этого выражения сводится к тому, что ради спасения ближнего или же даже облегчения его жизни можно использовать ложь. Ибо в таком случае она будет как бы святой, ведь ради спасения и ради облегчения жизни. В одной из групп я задал опрос по этой теме. Вопрос был поставлен так. Можно ли купить жизнь ценою лжи? А ценой святой лжи? И приложил три предполагаемых ответа. Первый. Иногда можно, когда возникает вопрос жизни и смерти. Ведь есть пример из Библии Давида, Рау. Второй предполагаемый ответ. Нет, нельзя. Ни в коем случае, ибо всякая неправда есть грех. Третий предполагаемый ответ был таков. Трудный вопрос. Дорогие, посмотрите сейчас на слайд, как отвечали участники этого опроса. 85% поддержали второй вариант ответа. Нельзя ни в коем случае, ибо всякая неправда есть грех. 11% поддержали первый ответ. Да, иногда можно. И 4% ответили трудный вопрос. Хочется сказать, слава Богу, что большинство ответили все-таки правильно. Ибо они так понимают. Но, к сожалению, даже в этой адвентистской группе есть и те, кто не понимает важности этого вопроса. И что самое главное, не знает единственно правильного ответа. Потому что почти всегда плотские христиане приводят много аргументов, чтобы защитить свою ложь. Но если посмотреть между строк этого опроса, то можно также увидеть, что из 238 человек, которые просмотрели его, ответили только 80. То есть одна треть. Почему же остальные две трети, а это примерно 160 человек, промолчали? Возможно ли, что они также сомневаются или чего-то боятся? А если так, то что это может также значить? У меня на эти вопросы один ответ. Больше половины своей жизни используют эту формулу под названием «Святая ложь». Что же это значит? А это значит одно. Провал и полнейший кризис адвентистской миссии. И для возвышения в наших умах этой формулы под названием «Святая ложь» приводятся многие случаи. Например, как при Великой Отечественной войне многие христиане, спасая еврейских детей, обманывали карателей, ищущих их убить. А значит, Бог эту ложь оправдывал. И сегодня также успешно применяется эта формула для спасения людей. И в таком обольщенном состоянии души более просвещенные служители и рядовые члены церкви наставляют и советуют другим пользоваться всеми благами мира, живя по его принципам, не довесить, не договорить, намекнуть, направить мысли и так далее. Посмотрим еще раз на этот текст, где Господь говорит, что «устал живые» — это всегда мерзость пред Господом. И в контексте этого текста скажу нечто, о чем, возможно, многие и не знают, а может, и не обратили внимания. На то, что уже долгое время под влиянием адвентийской корпорации весь пастырский состав подчиненный ей подсадили на отчетность о проделанной работе в доверенной им общине. Я лично слышал, как некоторые пастора возмущались такой системой отчетности, где пастор должен чуть не поминутно расписать время своего служения, и причем в деталях. И те пастора, которые действительно служат во славу Богу, хотя и имеют, что написать, но они сильно обременены этой уведенной, мягко сказать, нездоровой практикой, потому что теряют много и времени, и нервов, да и общего здоровья на эти нездоровые отчеты. Вместо того, чтобы потратить это золотое время, что есть дар Божий на служение людям во славу Богу. Есть пастора, которые практически ничего не делают в плане этого самого служения, которому они призваны. Но и они также обязаны делать такие же самые отчеты. И вот возникает вопрос, а что же им писать, если в действительности они не исполняют даже простые функции пастора? Вот тут, если это первый их отчет, то Дух Святой через их совесть обличает их. Но со временем, встал перед выбором, или чистая совесть, или хорошо оплачиваемая работа, таковые избирают, конечно же, последние. И постепенно, но уверенно, преодолевая ранее проснувшуюся совесть, таковые влазят в омут лжи. Ведь кушать-то надо. И семью также надо содержать. Конечно, я не могу также и не добавить то, что, возможно, эта практика сегодня уже отменена. В чем я, конечно, сомневаюсь. И об отмене этой порочной практики такой информации на сегодня я не имею. Потому что уже давно не общаюсь с клиром. По крайней мере, это было раньше. Но вы, дорогие, можете сами спросить у них на своем месте. Кто-то также спросит, как же можно это беззаконие оправдать? Ведь Писание четко говорит, что всякая неправда есть грех. Дьявол искусный мастер на оправдании всякого греха. И он часто верующим и подсовывает библейские факты, где некоторые, даже герои веры, обманывали ради своего спасения или ради спасения других. И при этом не было видимого обличения Божьего в этих отступлениях. Для оправдания своей лжи многие христиане используют некоторые ошибки библейских героев. И причем тех, кто записан даже в число героев веры. Например, помазанник Божий Давид, преследуемый Саулом, прибежал в село и обманул первосвященника Ахимелеха. Читаем это в Духе Пророчества, а именно в книге Патриархии Пророки. Давид не знал, где ему искать убежище, кроме как у раба Божьего. Первосвященник с изумлением смотрел на него, когда он поспешно, взволнованный и грустный, в полном одиночестве пришел к нему. Ахимелех, то есть первосвященник, спросил, что привело его сюда. Молодой человек, то есть Давид, испытывая постоянный страх быть раскрытым, солгал. Давид рассказал, что послан царем с секретным поручением, которое нужно немедленно исполнить. Тем самым он проявил недоверие к Богу, и этот грех стал причиной смерти первосвященника. Если бы Давид рассказал ему всю правду, тогда Ахимелех знал бы, что предпринять для спасения своей жизни. Бог требует, чтобы праведность была отличительной чертой его народа, даже пред лицом величайшей опасности. Мы должны понимать, что этот грех Давида под именем ложь убил первосвященника и всех священников Господних. Об этом мы читаем 1-е царств 22-й главе с 16-го по 18-й текст. И сказал царь Саул, «Ты должен умереть, Ахимелех, ты и весь дом отца твоего». И сказал царь телохранителям, стоявшим при нем, «Ступайте, умертвите священников Господних, ибо и их в руках с Давидом». И они знали, что он убежал и не открыли мне. Но слуги царя не хотели поднять рук своих на убиение священников Господних. И сказал царь Доику, «Ступай ты и умертви священников». И пошел Доик и Думеянин, и напал на священников, и умертвил тот день целых восемьдесят пять мужей, носивших льняной эфот. Более того, читая дальше эту же главу, мы видим и второй обман Давида. Когда он перед опасностью быть убитым, изменил свое лицо пред дорогами и притворился безумным в их глазах и чертил на дверях и пускал слюну по бороде своей. Дорогие мои, вы только на миг представьте, что вы смотрите на это все глазами Божьими. Как вам смотреть на это? Еще один пример. Блудница Рау, которая за свой подвиг записана в книгу героев веры. Она спрятала двоих солидатоев, которые были посланы народом Божьим разведать ситуацию в Ерихоне. И вот когда ерихонский царь узнал о солидатоях и о том, что они были у Рау, послал людей сказать ей «Выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в твой дом, ибо они пришли высмотреть всю землю». Но женщина взяла двух человек и скрыла их и сказала «Точно, приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они. Когда же в сумерке надлежало затворять ворота, тогда они ушли. Не знаю, куда они пошли. Гонитесь скорее за ними, вы догоните их». А сама отвела их на кровлю и скрыла их в снопах льна, разложенных у нее на кровле. Теперь я снова уже для вас повторяю свой вопрос. Можно ли купить жизнь ценой лжи? А ценой святой лжи? Ведь Давид и Рау поступили именно так, что говорит Дух Пророчества. Необходимо развивать строжайшую честность и чуждаться любого обмана, как проказы. Давайте копнем еще глубже эту мерзость. Мерзость под названием ложь. Или еще, что более мерзко, это святая ложь. Читаем. «Человек, скрывающий то, что у него на сердце, не может быть назван правдивым». Ложь, по сути дела, заключается в осознанном намерении обманывать и уводить в заблуждение. Это может проявиться во взгляде и в словах. Даже имевшие место факты можно выстроить и изложить таким образом, чтобы они превратились в ложь. Одни проявляют себя знатоками этого дела и пытаются обелить себя, уходя от строгой правдивости. Обратите внимание, дорогие, на выделенные формулировки и поразмыслите сами над ними. Читаем дальше. «Другие, чтобы повредить репутацию своего брата и подставить ему подножку, будут фабриковать против него лживые измышления из чистой злобы и зависти. Ради собственной выгоды люди говорят ложь, пытаясь продать и купить разные товары, скот или другие изделия. Счастливые вымыслы рассказываются людьми, которые любят выглядеть лучше, чем они есть на самом деле. Они просто не могут излагать факты, не приукрашивая их. Даже приукрашенная информация есть ложь. О, как много совершается в нашем мире такого, что делатели однажды захотят переделать. Но запись их слов и поступков в небесных книгах поведает печальную историю о том, что они говорили ложь и действовали ложно. Я сейчас вспомнил также цитату Вестницы Господней, где она говорила, что своим молчанием о грехах в церкви мы свидетельствуем ложь. А теперь давайте копнем еще глубже. Ложь и обман любого свойства это грех против истинного и правдивого Бога. Слово Божье ясно освещает эти вопросы. Посему отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему. Ибо всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою это смерть вторая. Дорогие всех лжецов наш Бог любит искренность и правдивость. Слово Божье это истинная книга. Иисус свидетель верный и истинный. И Церковь Божья это столб и основание истины. За свою ложь слуга Елисея также был поражен неизлечимой проказой. Внимание! Даже жизнь нельзя покупать ценой лжи. Одним словом или кивком головы мученики могли бы отречься от истины и спасти себе жизнь, согласившись бросить хотя бы одну щепотку фимиама на идольский жертвенник. Они могли бы спасти себя от креста и ашафота. Но они отказались творить неправду словом или делом. Хотя в награду за это могли бы получить жизнь. Первые христиане скорее были готовы пойти на тюремное заключение, пытки и смерть, но с чистой совестью, чем сохранить себе жизнь при помощи обмана, лжи и отступления. Своей верностью и верой во Христа они заслужили незапятнанные одежды и венцы, украшенные драгоценными камнями. Их жизнь была благородной и возвышенной в глазах Бога, потому что они твердо стояли за правду даже в самых тяжелых и неблагоприятных обстоятельствах. Дорогие мои братья и сестры, дорогая возлюбленная Церковь Божья, сегодня в это время время торжественного приготовления своих сосудов к излитию позднего дождя жить кристально честной жизнью. быть кристально честными и пред Богом, и пред людьми, и пред самим собою. И если этого в нас не произойдет, тогда наши имена будут вычеркнуты из книги жизни. Милосердный Божий, я и мои друзья благодарим тебя за эту важную тему, одну из многих, которые ты, Отец Небесный, поднимаешь на твоем канале, слуги ничего не стоящие. Умудри нас, дорогой Господь, услышать эту весть и принять ее за правила своей личной жизни, чтобы эта привычка жить кристально честной жизнью привлекла внимание людей не к нам, а к тебе, потому что ты достоин славы и нашего прославления, и да будет прославлено твое имя в нашей праведной жизни, не потому, что мы такие, но потому, что твой Дух царствует в нас. Прими нашу молитву во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.